Мы в последнее время ориентир взяли в основном на негатив. Но к тому же в этот же момент почему-то мы не хотим замечать явных позитивных взглядов. Вот я вам приведу конкретный пример. Тут прозвучала критика в адресе Север-Лек, но я вот конкретно хочу сказать по Север-Лек. Да, есть проблемы, есть очень много нерешенных. Но тем не менее есть движение вперед. Вот с 2006 года уровень потерь был 42,1%, что в среднем составляло 2,5 миллиарда киловатт-часов. Значит, потери были снижены в 2,4 раза. Значит, в 2013 году потери составили 18,38%. То есть снижение потерь за этот промежуток времени на 23,72%. То есть 2,4 раза с 2,4 миллиарда мы снизили до 1 миллиарда. Ну это же факт. Да, я понимаю, что невозможно прийти и сразу же там сделать идеальными, значит, и работу поставить идеальными, и сети сделать идеальными. Это невозможно, это кропотливый труд. Это надо годами работать, чтобы достичь результата. Но я могу сказать, что работа в этом направлении идет. Я даже больше скажу. Значит, за первый квартал 2014 года и за апрель месяц это 50% годового потребления. Сумматные потери по Север-Электро снижены до уровня 15,5%. Это еще на 2,5%. К вашему сведению я хочу сказать, что 1% потерь сегодня по Север-Электро это 50 миллионов киловатт-часов. В сравнении с, значит, 12-м годом, в 13-м году потери были снижены на 3,63%. То есть дополнительно, значит, Север-Электро получил 185 миллионов сом. При этом я хочу подчеркнуть, что, значит, обладая огромным энергетическим хозяйством, значит, состояние которого было на презентации озвучено, это практически 40% в неудовлетворительном состоянии. Расчетные нормативные потери составляют по Север-Электро 16,67%. И расчет причем проверен независимым органом, это конденция энергии. Но мы же не будем с вами здесь спорить, что технических потерь не бывает. И именно позиция министерства в этом году, она направлена на то, чтобы исключить из бюджета компании коммерческие потери.